СОЛЬ ФЮКАРИСТ СОЛЬ ФЮКАРИСТ СОЛЬ ФЮКАРИСТ Хеллоу всем друзьям, с вами Илья Аубан. И сегодня у меня продолжается на время дичайшей ностальгии журналов тачки. И я решил вам показать один из своих любимых выпусков и любимой машинки. Это СМОРКАЧ. Вот он у нас выглядит примерно вот так. Тут, к сожалению, нет номера. Таблички точнее. Ну и он выглядит без фар. Тут на него лицо нейтральное. Ну все как обычно по старинке. Пластмасса тут очень твердая. Как вы знаете, он у нас член банды Вонючки. Я почти собрал всю коллекцию. Всю банду точнее. Именно с исключением Винго. Ну или Виндитсан. Потом мы сравним его с другими моими из моей коллекции. Ну и вот такая картонка, в которой он находился. На обложке мы с вами видим пожарного Мэтра и Молни Макуина. Неужели ты и впрямь был пожарной машиной? Ну конечно, ты же видел себя своими глазами. Журнал достаточно мятый, если честно. Но он мне, к сожалению, таким и вышел. Я его заказал, если что, на Авито. Так же будет и второй выпуск. Не знаю, в таком же плане или нет. Но посмотрим. Раньше была такая линия, на которой передвигались машинки. Но начиная с теха, уже, к сожалению, такого не будет. Узнаю все о гонках на СКАР на странице 22.23. Это у нас июль 2010. Раньше было у нас вот такое вот оформление. Но сейчас его немножечко изменили. Ну что же, открываем. Здесь у нас сразу же начинаются фишки и кубик. И так же говорится, что в этом выпуске у нас идет смаркач. И так же у нас идет содержание. Журнал веселых игр. Здесь у нас представлен Луиджи. И тут содержание сделано в виде таких вот белых колес. И так же красных флажков. Дальше у нас идет Миртач концепт кары прошлого. Здесь у нас представлен Фло. И она рассказывает о том, какие были в 900-е годы такие вот машины. И так же были дополнительные факты, что означали вертикальные решеточки. Дальше у нас идут игры первые. Парящий фристайл. Здесь нам нужно набрать определенное количество очков постепенно. То есть, например, если ты пойдешь, например... В общем, каждый игрок дает по разному количеству очков. И главное набрать 29 или больше. Потому что если ты наберешь 26 очков и меньше, то тебе нужно потренироваться. 27-28. Ну, еще вроде нормально. А 29 и больше. То получается, что ты просто супер. Дальше у нас идет комикс первый. Он называется На помощь. Здесь у нас показано все по мультфильму Байки Метро. Метро Команда Спасения. Но мы видим, что здесь, конечно же, Макуин внутри здания. Но он решает вылететь здесь на ракетах. Сначала он попадает в воду. Но потом он приземляется в кактусы. Но, видимо, Макуин всему этому не верит. Ну и Метро решает ему доказать, что он все-таки является пожарным. Потому что мы видим двух толматинцев. Витми и Тия. Перекрашенных толматинцев. Дальше у нас идут игры 2. Они называются просто головоломки. А здесь нам Гвидо говорит, что нужно здесь посчитать шестеренки каждого вида. Определенного количества вида. И при этом ничего не путать с другими. Ну и также у нас игры были по 30 рублей. Ох, такая, ребята, ностальгия. Потому что раньше все время в сканвордах таких вот писали. Такие вот рекламки делали. Вы понимаете, что прямо реально очень хард. Десятый год прямо чуется при этой рекламе. Дальше у нас идут байки Метро. Эль Метро Дор против Бульдозера. Это настольная игра. Но также здесь есть и простые задания. Например, как найти Шерифа Гвидо и также Теха. Также нам нужно как раз таки вторая игра и заключается на счет настольной игры. А третье задание нам нужно Эль Метро Дора и Бульдозера Чуи вывести из лабиринта. Дальше у нас идут Игры Третий Сморкач впереди. Здесь нам надо, получается, соединить отпечаток шины. Ну и при этом то, что от него в принципе с самими шипами именно на самих шинах. Ну а здесь нам нужно просто разукрасить вот эти конусы в таком же порядке как они вот так вот идут. И, к сожалению, тут частичка плаката. Здесь изображен Сморкач. Звезда дрифтинга. Тачки. Естественно, мне это очень сильно не нравится потому что даже в современных уже начали именно делать плакаты вот так. Но, походу, это было и тогда. И мне это, к сожалению, очень не нравится. Дальше у нас идут реклама Несквик. Но эти задания я выполнять не буду. Не буду обращать на это внимание. Вот вторая половинка комикс-постера. Ну и также раскраска. Будь здоров. Здесь получается представлен тот момент, когда Сморкачат разбудил Мака и из него вывалился молния Макуин. Дальше у нас идет тест Мир Носкар. Здесь рассказывается про настоящий гоночный стадион и также про тот, на котором проходили гонки именно в мультфильме Тачки. Здесь у нас почему-то перевернутые так, извиняюсь, перевернутые вот это все герои, вот этот тест я не понимаю почему, но получается все происходит вот так в перевернутом виде, только я не совсем понимаю почему так происходит. Дальше у нас идет комикс первый, он называется Нечестная гонка, здесь нам нужно соединить по точкам и разукрасить Сморкача, также нам нужно помочь Мэтру пройти лабиринт от старта до финиша, здесь нам нужно подобрать двигатель Сморкачу, естественно это под номером 4, ну и здесь нужно посчитать сколько раз чихнет вот этот Сморкач, если у него аллергия на вот эти цветы, то есть нам нужно посчитать сколько тут цветов и надо узнать сколько он раз чихнет так сказать, ну а Мэтр тут естественно выиграл честно гонку, дальше у нас идут игры четвертые солнечный дрифтинг, здесь нам нужно в первом задании расставить поворот винго, ну или как я его называю винтец, здесь нам нужно найти значок у которого нету пары, здесь нам надо узнать кто придет в каком положении, то есть кто первым, вторым, третьим и четвертым, ну а здесь нужно просто найти оригинальную ель, так же как изображена на вот этой картинке, дальше у нас идут игры пятые, солнечная буря, в общем тут грубо говоря крестики нолики, то есть можно тут с друзьями играть и тут у нас Салли говорит не беспокойся ты не промокнешь под этим дождем дальше у нас тут смотри ответы и решения также у нас здесь изображен винго ну или как я его называю винтец тут как-то странно его отфотошопили ну да ладно здесь поделка еще одной игровой фишки то есть их можно вырезать и наклеить играть в общем-то как крестики нолики тут у нас просто реклама мерчу вот именно франшизе тачек на тот момент то есть там разные игры рюкзаки модельки книжки всякие ну в общем тут что угодно можно сделать так такая же реклама будет в следующем выпуске который вам потом покажу ну а здесь у нас идут вот такие карточки это прям вызывает очень серьезную ностальгию потому что насколько я помню в 2009 тоже были именно такие же карточки и в отличии от этих от 13 14 года здесь у нас правила игры то есть они расположены справа нижнем углу а там они изображены как-то посередине ну что ж мы вот так вот и посмотрели вот этот журнал в общем у нас конечно же имеется вот такой смаркач металлический с пламенем ну и также есть у меня смаркач вот такой вот как реплэш рейсерс то есть вращаешь в общем запускаешь с одной палочки запускалки и он едет благодаря ней ну естественно это у меня уже третий смаркач в этой коллекции в отличии от мотел он не имеет номерного знака как я уже сказал и также фары или хотя бы какого-то значка лицо как я уже сказал у него нейтральный ну все ребята вот такой вот у нас был обзор на журнал тачки 7 выпуск за 2010 год и вот с такой вот машинки смаркач вот ну все ребята это был канал или ауан подписывайтесь не ставьте лайки комментируйте до скорых встреч ребята всем пока